Торжества, вознаменования 219-й годовщины со дня рождения Павла Степановича Нахимова начались во Владимирском соборе усыпальниц адмиралов. Там прошла панихида и возложение цветов на могилу героя первой обороны Севастополя. После богослужения участники перешли на площадь, названную в честь великого флотоводца. К его памятнику, по традиции, возложили венки и цветы. Для каждого военнослужащего Павел Степанович Нахимов – пример для подражания. Это человек, который сражался вместе со всеми, командовал войсками и пользовался огромным авторитетом среди матросов. Черноморцы веками равнялись на этого адмирала. Для нас это один из основных руководителей Черноморского флота, почитаемый руководитель. Мы каждому приходящему на Черноморский флот расскажем тот путь, который он прошел, на что необходимо каждому молодому офицеру, командиру, начальнику равняться. С января 1834 года Нахимов служил на Черноморском флоте. В начале Крымской войны команду эскадры он обнаружил и заблокировал главные силы турецкого флота в Синопе. В 1855 году Павел Степанович был назначен командиром Севастопольского порта и временным губернатором города, руководил его обороной. Иногда представляем героя как монумент. На самом деле он был живым, очень искренним, очень чувствующим, эмоциональным человеком. И тогда, когда в феврале 1855 года был он уже назначен военным губернатором Севастополя и нес всю ответственность на своих плечах за тяжелейшую оборону. И заботился о всех, не только о моряках Черноморского флота, но о солдатах, которые здесь воевали. Спустя полгода после присвоения Павлу Степановичу Нахимову звания адмирала 10 июля 1855 года на Малаховом кургане он был смертельно ранен. Севастопольцы всегда в день рождения и день смерти героя будут нести цветы к его памятнику, чтобы в очередной раз почтить подвиги память великого флотоводца. Яна Витринюк, Юрий Риутин, СЕФ, Информбюро.